Дорогие друзья, добрый день! Я Оля Шафран, президент Федерации Восточного Танца по морю и мы продолжаем нашу библию по названию Шафран Блицов. И я хочу представить моего завсегданного академии. Это конник Виталия Привозная. Здравствуйте! Здравствуйте, Украина! Вы расскажите, как долго вы у вас в Восточном Танце? Я знаю, что не первый год уже. Как вы к нему пришли, чтобы получила его? Да, я начала заниматься в год. Первый раз пришла в 2004 году. А как пришла, это для меня было тоже очень неожиданно. Я, честно говоря, даже не ожидала, что я в каком возрасте буду заниматься в автопаде. То есть в 2004 году, это когда я открылась, мы пришли даже в 21-й год, вообще в появление автопадской сферы. Она открылась в сентябре. Да-да-да. Мы занимались первыми развлечениями, знаете, где-то... в городской области, где-то в 21-ю школу. Расскажите, вот вы пришли, вот как у вас точный танец? Что мы будем в таком виде, что у вас за год уже в 15 лет еще проходит? Ну, не буду спиртаться, где-то, например, лет 8, так чисто я занимаюсь, в лет 8. А, ну да, спирио-другими. Да, спирио-другими, как-то все, где-то все. Вот почему именно восточные? Вы могли бы, допустим, если в перерывы уйти, вы могли бы, допустим, пойти. Ну, я знаю, что модно очень заниматься зубом. Потом бальные танцы. Есть в копик-классе, там вальсируют, допустим, с лужьями. А вы в восточном танце останетесь. Ну, дело в том, что... Зачем издали, как вчера пришла на эти танцы? Я раньше занималась эроликой. Вот, очень долго. Сначала в школе спортом занималась, когда началась аэробикой с 80-го, я в 80-м году по 2000-е занималась аэробикой. Ходил в спортзал, собирая, и уже не относительно занималась. А потом я завалила колено. Мне пришлось тут делать несколько операций, и врачи сказали, что аэробикой уже все, заниматься нельзя, и можно только плаванием или танцами. А так как плавать я умею, мне это неинтересно, стали станции. Я думаю, ну, русские народные, как-то все это уже такое знакомое, знакомое уже как-то все неинтересно. Я решила заняться... Восток. Востоком. То, что было низко. И в это время как раз муж нашел по объявлению в газете в «Северном рабочем», что вот набирают группы. Но был указан возраст, был при 35-ти, а мне только исполнилось 55 лет. Я просто с таким страхом туда... Что вас сейчас развернуло? Я говорю, вот я хочу сниматься танцами, я говорю, а можно... Мне уже исполнилось 55 лет. Марина сказала, вот это... Ради Бога, если хотите, можете это немножко. У меня такое облегчение, на душе думаю, как хорошо. Но вот оказалось так сложно и так трудно, я не ожидала, что мне это так все даст. Да, со струнгом. Скажите, а что вы, занимаясь столько лет, вот как качество жизни ваше поменялось? Останется? Вот вы занимаетесь, занимаетесь, занимаетесь. Но качество жизни как-то... На качество жизни это как-то повлияло? А что и виктор и вилленности? А на каком-то... Допустим, вам стало легче ощущать себя в теле. Вы, допустим, поднимаетесь, двигаетесь, намного легче, нежели до танца. Ну, в гимнастике занимались. То есть, этот вопрос вам не так явит. Допустим, память, да? Память стала лучше или, допустим, нет разницы? Нет, в этом плане да. Потому что я как-то стала заниматься, я не могла запомнить движение, проходки, да, наверное? Да, не проходки, ничего не могла запомнить. Для меня это было очень сложно. Но в 14-м году, с 13 до 14-го, мне Деда Мороз подарил, видеокамеру принес. Я стала записывать, я стала записывать и стала учить, и у меня стали такие, как сказать, прогрессы. Я стала запоминать, но очень медленно, но стала запоминать. То есть, это суть, вывод один. Да. Повторение, мать, лечение. Я стала учиться. Я стала учиться. Ну, мне и раньше хотелось научиться, но я просто не могла запомнить. А именно, именно вот... Да. А здесь я просто... А цель материала вам помог. С таким удовольствием я стала заниматься, потому что я вижу, что я стала запоминать, просто с трудом, и не все равно, все равно постепенно. А вот в этом году я даже выучила танец. Молодцы, молодцы. Виталия Григорьевна, скажите, пожалуйста, какие у вас цели на будущее, может, какие-то планы на будущее, связанные с восточным танцем? Ну, знаете, конечно, есть планы, но об этом все рано говорить. Чисто любилые. Для того, чтобы они осуществились, надо иметь хорошую подготовку. Ну, я думаю, вы можете на нее рассчитывать. И в любом случае, педагоги с вами всегда, вы с вами всегда подставят вам свое твердое плечо, предложат вам помощь и поддержку. Ну, с таким профессиональным педагогом, как вы, я думаю, что да, я скоро осуществлю свою цель. Скажите, пожалуйста, а вот какие, может быть, вы, может, дадите советы или пожелания тем женщинам, которые хотели бы, но еще боятся, думают, взвешиваются и против? Ну, я думаю, так, если ты хочешь заниматься этим делом, то, несмотря ни на что, ты все равно и будешь. Это очень трудно, вот я по себе знаю, что это очень трудно. Оказалось, что очень трудно. Вот вы говорите, что заместо вальсами, там этим самым, вальс можно выучить за 2-3 месяца. А раз в тайне за 2-3 месяца не выучить. Тут нужно годы. Я это по себе уже знаю. И кто еще до конца, как говорится, до идеального исполнения, еще далеко. А вальсами можно будет за 4 месяца научиться вальсировать и то же танго, и те же вот такие. Арабский танцы не сложные, я поэтому и выбрала танцы. Арам, вот именно арабский. Там сложно и интересно. И постоянно как-то вот развиваешься. Я раньше вообще не знала, вернее, не интересовалась имплитациями и не знала о них ничего. А потом стала интересоваться. Я купила диски, занималась, думаю, по этим дискам, учила эти все движения, учила эти связки, хотелось научиться, потому что я не знала, что это такое. И мне было интересно, и мне до сих пор интересно. Вот я всегда вот занимаюсь, очень много дома, где-то по 2-3 часа, я думаю, занимаюсь. Интересно, но кто хочет заниматься, я думаю, если у него есть такое желание, то и какие-то преградные должны быть к этому. Более пожелание. И настойчивость. И настойчивость. И не смотря на то, что после этого будет болеть все мышцы, нужно просто это пережить. И врачай, меня мужа. Очень многие женщины, я вот знаю, они бросили, потому что у них заболели колени, у них заболели мышцы. У меня тоже все очень сильно болело, но я думала, что он рано и поздно это все когда-то кончил, это же не может вечно продолжаться. И через полгода у меня все перестало болеть. Я так обрадовалась, ну слава богу. Просто организм привлек тем нагрузкам, которые вдруг на него посыпались. Дело в том, что эти мышцы, как я поняла, за все время занятий моего спорта, они не были задействованы. И когда они стали нагружать, они, конечно, сильно очень болели. А потом видим, когда они уже окрепли, и все тем более прошли, и теперь уже заниматься одно удовольствие. Наталья Гринова, большое спасибо за наш интересный разговор. Я желаю вам здоровых, былких лет жизни, успехов, и обязательно осуществить вашу мечту в ближайший год-два. Хорошо? Спасибо. Я просто, хотя буду стараться за все силы. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...